Дай почитать. Весьма развлекательное и поучительно полезное чтение для повышения финансовой грамотности. На обложке книги четко написано «Содержит нецензурную брань». Прочитав треть хулиганской экономики, я поняла, что без обценной лексики проще мата. Об экономике просто говорить нельзя, тем более понять ее. Знатоки утверждают, что Алексей Марков, трейдер-фондовик, сделал для России большое дело. Ведь сейчас политэкономия практически не преподается, а это и есть своеобразные введения в экономику. Большинство не представляет, что бухгалтерии и финансовые рынки – это безумно интересно, а не до оскомины скучно. Что это не пыльные папки, злые тетеньки и не чудовищная программа 1С-бухгалтерия, от одного вида которой нормальному человеку становится плохо, а увлекательное, интригующее и захватывающее занятие. Книга интересна тем, что две трети ее основаны на лекциях курса «Международные фондовые рынки в магистратуре ВУЗа». Это курс автора. А две третьих этих лекций, в свою очередь, основаны на курсе Нобелевского лауреата Роберта Шиллера «Финансовые рынки» из Ельского университета. Автор неуместно скромен и саркастичен. Цитирую. Пять лет в плюс от 2% до 30% годовых. Портфельным управляющим в банке было интересно, но банк обанкротился. К сожалению, не из-за меня. Создавал IT-бизнес. Удачно компания продана большой австралийской корпорации. Открывал магазины одежды для сноуборда. Крайне неудачно. Пять лет отдавал долги. Поработал даже директором швейной фабрики. Уволился из этого ада через два месяца. Вкладывался в сайты и ставил на них рекламу с переменным успехом. Простите, дорогие слушатели, за длинную цитату, но только так можно передать испепеляющую искрометность хулиномики. В книге три части для разного уровня читателей. Первая для совсем непродвинутых. Вторая для чуть продвинутых. И третья для ассов. Все расставлено по возрастанию сложности. Как в учебнике, только интересно, восторженно убеждает автор. Итак, «Хулиганская экономика» Алексея Маркова. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!